Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лабрадор Грант Персона Жескар ДСТ или просто Гринни. Ему 6 лет и вот уже 4 года он встречает рейсы на таможенном посту Международного аэропорта Толмачева. Под запретом оружия кораллы и чучело крокодилов. Как не оказаться контрабандистом по неволе, привезя сувениры из-за границы? Там образуется сращение между органами, нарушается анатомия, визуализация органов. То есть иногда даже не совсем понятно, даже некоторые органы между собой, и границы между ними не видны, чтобы их раздвинуть. Несколько бригад хирургов и операция в два этапа. Новосибирские врачи спасли пациента с очень редкой историей болезни. Ленингриб, гифа, нитевидное образование у грибов, основная функция которого поглощение воды и питательного материала. Теория упоротой обезьяны. Как грибы предположительно сделали из нас хомо сапиенс. Необычный эксперимент Первого театра. Как ставили пьесу о грибах, победивших человечество? Штандарты всех воинских подразделений, созданных в Новосибирской области в годы Великой Отечественной, пронесут по Красному проспекту 9 мая во главе колонны Бессмертного полка, заявил сегодня губернатор Андрей Травников. Отдать дань уважения всем формированиям, отдельным формированиям, которые были отправлены на форум с территории Новосибирской области, это раз. Второе, продемонстрировать, что мы не намерены останавливать работу по восстановлению исторической памяти в отношении каждого геройского формирования, где служили воины-сибиряки. Некоторые воинские формирования незаслуженно были подвергнуты забвению. Нельзя забывать и о тех, кто снабжал советскую армию, заявили члены Оргкомитета Победы. В мегаполисе возведут стеллу, посвященную трудовому подвигу новосибирцев в годы войны. В правительстве региона создают рабочую группу по установке памятника. В нее войдут представители власти, а также архитекторы, дизайнеры и художники. Эксперты решат, где строить мемориал и каким он будет. Сегодня труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда вручили юбилейные медали 75 лет Победы. На новосибирской таможне ловят крокодилов. Чучело этих краснокнижных животных нельзя ввозить в Россию из экзотических стран. Сегодня в зоне контроля аэропорта Толмачева отрабатывали действия при обнаружении запрещенных провозу предметов и веществ. За тренировкой таможенников наблюдали мои коллеги. Лабрадор Гранд Персона Жескар ДСТ или просто Гриня. Ему 6 лет и вот уже 4 года он встречает рейсы на таможенном посту Международного аэропорта Толмачева. Служу Россию. Служебные собаки на таможне – часть системы контроля, способны по запаху обнаружить наркотики, табак и даже деньги. Собака учится сначала о портировке, а после этого уже к запаху апорта, к запаху хозяина подмешивается искомый запах, то, чему мы хотим ее научить. Тот миф, что люди говорят, мы кормим собак наркотиками, он остается только мифом. По сравнению с прошлым годом, количество нарушений за два месяца 2020-го увеличилось на 20%. Кроме чучел вымирающих животных, на посту изымают холодное оружие, биодобавки, саженцы растений и кораллы. Таможенники уверены, большинство правонарушений связаны с незнанием законов. Граждане, собирая какие-то морские камни, так называемые, на берегу, где-то море, за рубежом, не подозревают, что это будет идентифицировано как кораллы, которые под угрозой исчезновения. Поэтому после экспертизы привлекаем этих граждан к административной ответственности. Поэтому приобретать экзотические сувениры лучше в магазинах, чтобы подтвердить происхождение вещей сертификатами или, как минимум, чеками на покупку. И избежать неприятной процедуры в зоне контроля. Крайне эмоционально реагируют пассажиры. Ну, в принципе, на этом этапе достаточно правильно объяснить человеку, в чем как бы суть правонарушений, соблюсти законодательство существующее, объяснить человеку и пройти дальнейшее таможенное оправдание. Незнание не освобождает от ответственности. Нарушителям грозит штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей и конфискация товара. Поэтому перед поездкой не лишним будет ознакомиться с действующими ограничениями на сайте Федеральной таможенной службы. Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости ОТС. Встреча личная, вопросы общественные. Сегодня жители области обратились к губернатору. Люди просят построить спорткомплекс и заасфальтировать дорогу к ФАПу. Подробности далее. Иван из Колыванского района. Он представляет интересы местной молодежи. Сначала написал обращение к губернатору. Сегодня приехал поговорить лично. Занимаюсь, конечно, спортом, иначе бы я не пришел, поскольку мы постоянно выезжаем на соревнования и сталкиваемся с проблемой того, что нам не хватает именно какой-то ширины, наверное, не хватает базы тренировочной, потому что ее просто у нас получалось, ну получается, что нет базы, да. И сегодня мы надеемся, что она у нас наконец-то появится благодаря Андрею Александровичу. В Колыванском районе желающих заниматься спортом много. Хоккей активно развивают. Местная команда в числе лидеров. А вот по остальным направлениям – волейбол, теннис, бокс, гиревой спорт – нет помещения, где можно тренироваться. Крытый универсальный комплекс – мечта местной молодежи. Губернатор инициативу поддержал. Себе задачу поставили, чтобы в каждом районном центре хотя бы обязательный набор сооружений был. А в обязательный набор, минимальный, можно так скажем, набор входит. Это вот такая крытая хоккейная площадка, как в Колыване построена в прошлом году. Это стадион, плоскостное сооружение какое-то. Ну и фок с игровыми залами, с тренажерным залом. Уже в этом году начнут строительство спорткомплекса. Еще одно обращение из поселка Элитный. ФАП там будет построен в 2020 году. Но подъехать к медучреждению проблематично. Дороги нет. Участок около 80 метров. Губернатор взял ситуацию на контроль. Глава Новосибирского района пообещал все отремонтировать. Ксения Петренко, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Общественная палата Новосибирской области подготовит наблюдателей к 22 апреля, дате голосования по законопроекту о поправках Конституции России. Сегодня начинается формирование нового состава палаты на ближайшие три года. Срок полномочий действующего скоро истекает. Напомню, в составе общественной палаты 75 человек. Одну треть утверждает губернатор, еще столько же региональный парламент. Еще 25 избирают члены нового состава. Членство добровольное работает там бесплатно. Свои предложения по кандидатам можно подать в ЗАГС собрания до 11 апреля. Мы очень тщательно подходим к отбору кандидатов, для того, чтобы эти люди не номинально присутствовали в общественной палате, а чтобы они действительно работали в этом органе, потому что на данный момент, исходя из реалий и основываясь на той позиции, которой придерживается прежде всего президент Владимир Владимирович Путин, очень большая роль отведена общественным организациям и общественным палатам на территории Российской Федерации. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Тоже были действующие боевые летающие самолеты. Там мы, в том числе, и МиГ-3 занимались исследованием аэродинамики. После операции прошло всего 10 минут. Кролику удалили участок толстой кишки. По словам медиков, кролик чувствует себя хорошо и даже уже начал проявлять активность. Вторая молодость приходит к тому, кто первую изберег. Ну, сразу появляется желание еще и еще что-то пробовать, еще что-то делать. Промышленные предприятия Новосибирской области будут субсидировать не только из региональной казны. Сейчас идет обсуждение госпрограммы финансовой помощи из Федерального фонда в подключении к коммуникациям, а также обучению персонала. В ближайшие две недели правительство области и руководители заводов обсудят предстоящие изменения. Подробнее Александр Попов. Николай Иванович уже 46 лет за станком говорит, что многие коллеги предпочли работу в охране, но он и в худшие времена держался за любимое дело. А теперь при хорошем руководстве обилии заказов и вовсе уходить не собирается. Только если на пенсию отправят. Бывало туго, очень туго бывало с заказами. Но благодаря Михаилу Георгиевичу завод процветал. И сейчас заказов очень много. Так что работы хватает. Челябинский металлургический комбинат, Севмаш, Кузнецкий ферросплава, СКБ берется за все. Недавно выполнили заказ технопарка, сдали технологическую линию для производства нанотрубок. Наше преимущество, я считаю, в том, что у нас квалифицированные сильные кадры. Конструкторские, технологи, рабочие, в целом вот команда, управленческий состав. Она так, которая умеет делать вот этот весь комплекс оборудования в комплекте под ключ. Вот это нам дает преимущество большое. Подчеркнем, что ни одно предприятие в России не производит полный комплект металлургического оборудования. Начиная с самих печей и заканчивая гидравликой и автоматикой. При этом каждый заказ уникален, двух одинаковых не найти. У нас нет готовых решений сразу, как в серийном производстве. Каждая печь разрабатываем практически, бывает по-новой. Естественно, у нас есть наработки. Это не так, что прям с нуля мы разрабатываем. Но каждая печь требует своего индивидуального подхода. О расширении производственных мощностей, отмечая на предприятии, очень помогают региональные субсидии. В прошлом году Сибэлектротерм получила господдержку на приобретение технологического оборудования. В этом году областная программа с бюджетом в 90 миллионов рублей может пополниться федеральными деньгами. Изменения важные касаются, с одной стороны, поддержки субсидирования технологического оборудования. Присоединение к сетям коммунальной инфраструктуры, плюс наполнение фондов развития промышленности региональных, ну и, соответственно, субсидирование обучения персонала. Сейчас госпрограмма обсуждается на уровне Министерства промышленности Российской Федерации. Однако в областном правительстве надеются, что первые субсидии на поддержку новосибирских предприятий начнут поступать уже в этом году. Александр Попов, Евгений Агейв, Новости ОТС. В Машковском районе сегодня большой спортивный праздник. Очередная спартакиада среди глав муниципальных образований из трех районов – Болотнинского, Колыванского и Машковского. В четвертый раз она проходит по инициативе депутата ЗАГС Собрания Валерия Ильенко. И там же сегодня перед соревнованиями прошла встреча, на которой вице-спикер регионального парламента отчитался перед жителями трех районов. По распоряжению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Травникова, каждый депутат должен рассказать своим избирателям о проделанной работе за последние пять лет. Валерий Ильенко отчитался о выполнении наказов и рассказал о планах на будущее. Губернатор продекларировал, что нужно менять формат, нужно менять взаимоотношения власти, всех уровней власти с населением. И переформировка должна произойти, она произойти уже должна сейчас, что мы стараемся максимально делать. Чем больше общения, тем больше результат для всех. Не только меня, как для депутата, это для всех. Мы работаем на благо жителей Новосибирской области. Коллективы заводов, которые эвакуировали в Новосибирск в годы войны, поддерживают инициативу присвоить областному центру звание города трудовой доблести. Свои подписи заводчане ставят прямо в цехах. Андрей Баев продолжит тему. Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чеплыгина. Это предприятие, как и многие другие, появилось в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны. Вместе с красноармейцами на фронте в нашем городе победу ковали у станков. Именно поддержка коллективов эвакуированных заводов, уверены в партии «Единая Россия», поможет присвоить Новосибирску звание города трудовой доблести в числе первых в России. И нам необходимо, конечно, в преддверии семейских велетелей Великой Отечественной войны сейчас инициировать именно общественное мнение и именно мнение жителей города Новосибирска. Получая это замечательное звание, город Новосибирск становится историческую справедливость, потому что я считаю, что это звание должно было быть давно и введено и присвоено нашему городу. В годы войны на стендах новосибирского авиационного испытания проходили почти все виды самолетов, которые участвовали в боях. Это уже были действующие боевые летающие самолеты, там мы в том числе и МиГ-3 занимались исследованием аэродинамики, да, и очень большого спектра вот этих самолетов, которые были на фронте. Поддерживают инициативу и на заводе «Элсиб». Свои подписи «За» ставят не только действующие работники. На встречи приходят ветераны, те, кто ковал победу. Мы, 12-летние мальчишки, девчонки, работали от зари до зари. Я, значит, от имени ветеранов войны, труда, тружеников тыла завода, призываю всех проголосовать 100%, чтобы нашему городу Новосибирску было присвоено звание города трудовой доблести. Во время войны в Новосибирске приняли и развернули за считанные дни 50 заводов. Без техники, без людей, без отдыха. Среди них и производственные цеха «Искры». Здесь для фронта произвели тысячи снарядов. Производство боеприпасов на этом предприятии, прежде всего, дало возможность нам победить по Сталинградам. И как раз это такое место, как говорят, намоленное, где можно и необходимо обращаться именно с таким почином, как присвоение звания города Новосибирска трудовой доблести. Все собранные подписи, а встреча с коллективами еще продолжится, приложат ко всем необходимым документам и передадут в администрацию президента страны. Возможно, юбилейный день победы Новосибирск встретит уже в новом звании города трудовой доблести. Андрей Баев, Алексей Зубило, Новости ОТС. Несколько бригад хирургов и два этапа операции. Новосибирским врачам пришлось объединить силы, чтобы спасти пациента с опухолью, которая прорастала в позвоночник. Почему потребовались медики разных специализаций и в чем была главная сложность, расскажет Наталья Цопина. Сейчас в качестве пациента в студенчестве в Новосибирске бывал на строительной практике, рассказывает житель Забайкальского края Виктор Трофимов. За несколько дней до Нового года сделал УЗИ. Обнаружили опухоль. В краевой клинике операцию делать отказались. Во-первых, она непонятно была, откуда растет сама эта опухоль. Во-вторых, очень серьезно поврежден позвоночник. У нас как бы в нашем онкодиспансере нервных хирургов нет. И что надо, ну, серьезное заведение какое-то где-то определяться. Вот она фактически заинтересовывает половину тела. Да, если ничего с ним не делать, она будет расти дальше и пролежет остальную, скажем, половину тела. Этот снимок направила в Новосибирске НИИТО по электронной почте. Врачи вызвали на операцию. Доброкачественная невринома растет из спинномозгового корешка. Чтобы справиться с ней, необходима работа врачей нескольких специализаций. Виктору несколько лет назад делали большую операцию, потому нейрохирурги и травматологи решили подстраховаться. На помощь позвали абдоминального хирурга областной больницы. Борис Канн сотрудник санавиации. Медики этого отделения и консультируют, и выезжают во все клиники Новосибирска и районов области. Любая операция, то есть, оставляет после себя след. То есть, и, соответственно, могли быть следующие проблемы. То есть, мы до конца не знали, там был доступ именно вне брюшины или через брюшины. Вот, а это сопровождается в дальнейшем, последующем, то есть, образованием спаек. Там образуется сращение между органами, нарушается анатомия и визуализация органов. То есть, иногда даже не совсем понятно, даже некоторые органы между собой понять. И границы между ними не видны, чтобы их раздвинуть. Еще одна опасность в том, что при удалении такой распространенной опухоли на позвоночнике образуется большой дефект. При планировании операции мы ожидали, что тот объем резекции, который ему требуется, он приведет к нарушению стабильности позвоночника, к сожалению. Это первый аспект проблемы. Второй аспект, мы понимали, что новообразование должно быть удалено тотально. Выделили опухоль, удалили, она достаточно плотная при удалении была. Удалось ее удалить тотально, полностью отделить от корешка. И в эту же сессию поставить имплант, межтеловой имплант. То есть, убрать остатки, так скажем, тела позвонка, которые были неопорными. И поставить сюда вентральный имплант. То есть, потом закрыть эту рану, перевернуть больного на живот. И осуществить транспендикулярную заднюю фиксацию позвоночника, чтобы обе опорные колонны позвоночника были фиксированы. Таким образом, мы имеем у пациента вот такую конструкцию. Высокотехнологичные титановые импланты, которые помогли стабилизировать позвоночник, пациент получил бесплатно по квоте. Чтобы спасти Виктора, пять хирургов по очереди работали у операционного стола 8 часов. Операция проведена успешно. Мирологический статус у него находится на операционном уровне. Болевой синдром, который у него изначально имелся, он после операции регрессировал. В следующий момент у нас девятые сутки после операции. И он себя чувствует удовлетворительным. В ближайшие несколько месяцев ограничены физические нагрузки. Через полгода контрольное исследование снова приедет в НИИТО. Говорит, в этот раз Новосибирск ему показался городом пасмурным. В сентябре планирует увидеть солнечную золотую осень. Наталья Цопина, Александр Миняйло, Новости ОТС. Тем временем в Новосибирске стартовал полуфинал Всероссийской олимпиады по студенческой хирургии. На соревнования приехали семь команд из сибирских городов. Заданий много, но самое сложное – провести операцию на живом кролике. За ходом олимпиады наблюдала Екатерина Стывко. Студент Новосибирского медуниверситета Артем Дегтярев уверенно делает надрезы. Это его не первая учебная операция. Задача на сегодня – вылечить больного от непроходимости кишечника. Работают командой – хирург, медсестра, ассистент и анестезиолог. В роли пациента – кролик. Мы используем непрерывный обвивной шов, чистый. Соответственно, мы прошиваем ткань кишки, не задевая слизистую. Чем больше переживаешь, тем проще. Соответственно, сейчас мне гораздо проще. Уже два года этим занимаюсь. Кролики под местной анестезией. Для олимпиады животных специально выращивали в Виварии. Каждому по полгода, и их вес – около трех килограммов. По словам организаторов, это хорошая практика для будущих детских хирургов. Органы маленькие, как у младенцев. За ходом операции следят врачи. Навредить больному нельзя. Новосибирская команда дала своему пациенту имя – Агат. После операции прошло всего 10 минут. Кролику удалили участок толстой кишки. По словам медиков, кролик чувствует себя хорошо и даже уже начал проявлять активность. В каждой сборной по 20 старшекурсников из сибирских медвузов. Пока одни лечат животных, другие работают с биоматериалами. Отрабатывают малоинвазивные техники. Через прокол накладывают межкишечный анастомоз. Соединяют два участка в обход препятствия. И проводят резекцию желудка на реалистичных манекенах. Удаляют поврежденную часть органа. На самом деле это уникальная возможность, что мы поучаствовали в данной Олимпиаде и выполнили данную операцию. Потому что она клинически очень значима. Возможно, мы спасли бы жизнь человека. В Олимпиаде важны и скорость, и качество выполнения. Антисептика, техника самой операции, наложение швов. Жюри, ведущие хирурги области строго оценивают результат. Жестко прям штрафуем за каждое невыполнение. Потому что сегодня это конкурс, а завтра это здоровье и жизнь наших пациентов. Каждый год задания становятся все более сложными. Те вещи, которые сегодня ребята показывают, ну это нормальный уровень такого среднего подготовленного хирурга. В Новосибирской области региональная Олимпиада по студенческой хирургии проходит в 11-й раз. Этот этап является и полуфиналом международного конкурса. В прошлом году команда из мегаполиса прошла в финал и заняла призовое место. Кто поедет представлять округ в этот раз, решат завтра. Екатерина Стывко, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Учат петь, танцевать и писать картины. Так ветеранам продлевают жизнь в Маслянинском санатории. Путевки выдают бесплатно в рамках нацпроекта «Демография». Тему продолжит Александр Шпак. Ой, как ударил парень девку, ой, да по правой по щеке. Обычные пенсионеры. Раньше никто из них не пел. В Маслянинском санатории им не только поставили голос, но и научили жить с песней. Мы участвуем во всех этих песнях, танцах, и нас это лечит. И мы, наш возраст забывает о болячках. Мы даже не успеваем рассказать, кто с чем сюда приехал. Тут отдыхающим не до отдыха. Отлежаться, как в обычном санатории, не выйдет. В расписании настольные игры, скандинавская ходьба, лекции, экскурсии и даже уроки танцев. Вторая молодость приходит к тому, кто первую изберег. Ну, сразу появляется желание еще, еще, еще что-то пробовать, еще что-то делать. Путевка всего на неделю. Поправить здоровье за это время не выйдет. А вот найти новое влечение помогут. Людмила Кузьминых уже полвека не держала в руках кисть. За два часа обучили азам живописи. Сейчас работает над пейзажем. Я шрисовала сосну, а получилось у меня там непонятно что. Это вот ляпа, да? Это вот ляпа, да. Я ее сейчас просушила, закрасила белыми красочками. Вот я должна из дефекта получить эффект. Деятельность, любимое занятие – лучший способ обрести долголетие. Для нацпроекта «Демография» Маслянинский санаторий – один из главных опорных пунктов. Перед проектом поставлена задача на достижение средней продолжительности жизни 80 лет. И, соответственно, вот на достижение этого показателя как раз и направлена вся деятельность министерства. За эмоциональным состоянием постояльцев следит психолог. Помогает разрешать возрастные проблемы и противоречия. Еще у нас групповые занятия проводятся по навыкам эффективной коммуникации, по принятию себя и своего тела, тренинги личностного роста. Когда кончается путевка, признаются пенсионеры, уезжать не хочется. Дома, в быту, применяют навыки, которым научились тут. Ждут следующего года. У нас весь стол уложен очень толстыми книгами, отзывами, папками, стихами, песнями, посвященными нашему учреждению. Одну из них – гимн санатория – написал известный новосибирец, народный артист Иван Ромашко. Про любимый москятинский пансионат, у луганщины стали вернуться. Александр Шпак, Алексей Зубила, новости ОТС. А в Куйбышеве прошел финал зимней спартакиады пенсионеров. Приехали команды из 21 района области, победители зональных этапов. Соревнования посвятили 75-летию Великой Победы. В программе – волейбол, шашки, дарт, стрельба из пневматической винтовки, эстафета и лыжные гонки. Каждая из команд-участниц была настроена только на победу и боролись спортсмены без скидок на возраст. Эту спартакиаду организаторы назвали самой массовой. В отборочных соревнованиях приняли участие больше 3,5 тысяч спортсменов со всей области. А в финал вышли почти 300 участников. Нужно обязательно в каждых муниципальных образованиях, чтобы были ставки инструктора-методиста по физкультуре. Для того, чтобы они и занимались этими людьми, и со взрослыми, чтобы они не просто доживали свой век, выходя на пенсию, а активно жили. В общем зачете победила команда хозяев из Куйбышева. Второе место у сборной из Китимского района на третьем Чистоозерце. В конце мая пройдут зональные соревнования летней спартакиады пенсионеров по 8 видам спорта. Там, по словам организаторов, будет еще больше участников. Мир не спасти. Грибы скоро убьют нас. Такова одна из десятков мыслей, которые транслирует новый спектакль Первого театра. Драму по пьесе Натальи Зайцевой сыграли в лофт-парке «Подземка». Аншлага на премьере не случилось, что закономерно спектакль о грибах широкой публике покажется странным. Но любителям театральных экспериментов наверняка понравится. Алексей Кудинов побывал на премьере. Ленингриб, гифа, нитевидное образование у грибов, основная функция которого – поглощение воды и питательного материала. Теория упоротой обезьяны, как грибы, предположительно, сделали из нас хомо сапиенс. Уже на входе в зал становится понятно. Зрители ждет что-то странное. На стенде фотографии схемы распечатанной страницы интернет-сайтов с разнообразной информацией о грибах и о том информационном следе, который они оставляют. Так сложилось, что представители этого царства живой природы люди знают и ценят в первую очередь за гастрономические свойства. Но грустили, белый, который мы можем положить в лукошко – это только вершина айсберга. Грибы, они действительно очень крутые. Ну, гриб, ты как привык, там папа ездит по грибам, по грибам в лес, там, ну что там, солим мы их жарим. А это действительно очень умный организм, который живет своей самостоятельной жизнью. Ему не нужны там действительно солнца, энергии. И в чем-то, не боюсь этого сказать, они даже превосходят нас. В начале спектакля зрители видят троих грибников, которые заблудились в лесу и вынурнули в какой-то альтернативной реальности. Они говорят о смываемых втулках от туалетной бумаги, о судьбе репрессированных родственников, особенностях менталитета японцев и мыслительных способностях грибов, которые на самом деле часть почти неуязвимой информационной сети. Действие, впрочем, это скоро перескакивает на что-то другое, еще более абсурдное. Вся структура спектакля буквально такая, то есть ты не сможешь ухватиться за что-то одно. То есть, о, три грибника, о, а еще это, о, а еще это. То есть Зайцева буквально сделала сюжет по принципу устройства грибницы. И это круто. Пьеса Натальи Зайцевой, ставшая литературной основой спектакля, пошла в шорт-лист прошлогоднего фестиваля молодой драматургии «Любимовка». И это действительно очень странный текст. Среди действующих лиц есть, например, цитирую, «Лесная девочка-вечная грибница» и «Триянская кислота». На сцене много других персонажей и реальностей. В одной из них ученому удалось вывести вид грибов, пожирающий пластик. Но решение экологической проблемы планеты оказалось в избавлении не от отходов, а от человечества, с чем грибы исправились. Правда, понять, как относиться к этой страшилке, зрители не успевают, захваченные следующим эпизодом странного действа. Алексей Кудинов, Константин Менин, Новость ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Новосибирск. Здравствуйте. Прогноз на 14 марта. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Влажность 75%. Температура ночью и днем 0,2. В последующие двое суток будет пасмурная погода. Температура воздуха в воскресенье и понедельник плюс 2, плюс 4. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...